РАНДЕВУ Конечно, уже все по нарастающему, энергия, цветы уже заранее дарят. Да, спасибо, что уже пришел третий день. Пока мы живы и все хорошо. Будем ждать завтрашнего дня. Как, а еще этот надо прожить, конечно. Этот проживем. Мой какой-то такой мечта, мечта жизни такая сбылась, потому что я очень люблю эту песню Янаса Стибелеса, Диву спасалась. Два мира. Два мира, да. И я очень рада, что мне была возможность это сделать здесь, на этой сцене и петь эту песню вместе с Янасом. И это было очень-очень-очень хорошо. Да, я люблю эту песню. Здесь все очень красиво, здесь очень хорошо. Здесь музыкально, что самое главное. И фантастическая атмосфера. Юрмалов целиком, а ну дзинтарин, классика, жанр. Прям сцена, где должны музыканты выдавать то, что есть. Самое хорошее. Спасибо, Лайма, за это вам. Я не знаю, сколько я пробовал на сцене, но мне это всегда мало. Потому что хочется еще, еще и потому что я думаю, что каждый музыкант должен себе в первую очередь. Как-то эгоистично это звучит, наверное, но себе в первую очередь хорошее. А потом, когда тебе хорошо, помните, как мне видно, когда мне будет хорошо, я тебя так довезу. Вот такая история. Мне хорошо значит тебе, значит вам хорошо. Огромное вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Лидер этого фестиваля, конечно же, Лайма настолько любит хорошую музыку. Она настолько стильный, в первую очередь, человек во всех отношениях. После этого она очень стильная женщина. И она очень тонко чувствует музыку. Причем в разных абсолютно ипостасях. Это очень важно. Потому что, когда человек понимает то, что ты делаешь, это очень приятно. Загадка хорошего настроения разгадана, дорогие телезрители. Если вы хотите пребывать в потрясающем настроении, тогда вы должны этим летом запомнить только три слова. Лайма, рандеву, Юрмала. И тогда все у вас обязательно получится. Прощай, 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 прощай. И не ворушник в ничный день, и не ворушник в ничный день. Как будто у себя в стране. Приняли как своего, поэтому мне очень приятно. Спасибо большое всем, кто сегодня был здесь. С лаймой хотели бы так же спеть? Конечно, хотели. А кто не хочет слаймой спеть? Но для этого вы готовы выучить, например, латышский язык? Конечно. Я пою и на фарси, и на таджицком, на английском, на русском, на украинском. Так что и на латвийском смогу спеть. Многие говорят сегодня, здесь и сейчас, что рижские каникулы невозможно представить без заезда в Юрмалу и к вам. Что вы сегодня нам предложите всем абсолютно? Я вам предлагаю огромный букет прекрасных исполнителей и хорошую погоду. Приезжайте. Как хватает энергии? Поете, танцуете, заводите зал? Не слишком ли много для одного трио? У нас очень хороший наставник Филипп Киркоров. Он никогда не дает ни себе, ни команде расслабляться. Это хороший пример для того, что артист должен всегда держать себя в тонусе и отдавать зрителю, если он по действии не любит своего зрителя, все, что у него есть в душе, на сердце, и всю свою энергию отдать ему, и тогда зритель отдаст обратно. Я рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, я тебя рисую, сидя у окна. Я тоскую по тебе тоскую, если бы ты, ой, кто это знать могла. Если ты есть, значит, я получил то, что я хотел от зрителя. Ну, круто, круто, кстати, круто. За этим я и приехал в фестиваль, чтобы получать такое удовольствие. Открой секрет, может быть, у тебя дом весь увешан лайменами портретами? В этом фестивале точно можно сказать, что живу только в фестивале. В эти дни просыпаюсь, сразу в душ, сразу каша, сразу одно яйцо, и все, и кофе. Даже не успеваю дома делать, а у меня дома классная кофеварка. Я умею очень классно готовить капучино. У меня очень классно, самый лучший капучино, это самый мастер. Я все-таки такой вышел, потому что я думал, что это будет слишком жарко. Не смешно, что это слишком жарко для зрителей, а это слишком жарко для меня. Даже в таком виде я после одной песни уже весь мокрый и пытался отдать по максимуму свою энергетику. Дорогие друзья, смотрите дневники Лайма Ронде Бу! Уже который год Лайма устраивает этот фестиваль. Она крутая, она волшебная. Она в этом плане без предрассудков, вообще у нее отсутствуют какие-либо рамки. Я всегда тоже за это везде топлю, так сказать, что мы должны наконец-то избавляться от стереотипов, особенно что касается творчества, потому что это такая сфера, в которой, мне кажется, не может быть никаких жанров, стандартов. Ну к чему, к чему? Просто должно быть хорошо, красиво, вкусно и круто. Фантастика! Энергетика потрясающая, которая идет со сцены, которая идет от ребят, от артистов, как от мэтров, так и от начинающих. Ну просто зашкаливает. Эмоции зашкаливают, скажу честно. Я думал, что все те, знаешь, как у нас любят все эти языки злые? Да вот это то-то-то-то-то-то-то-то. Друзья, отдохните, расслабьтесь, это уровень, это кайф, это супер. Лайма делает все возможное, чтобы вы здесь чувствовали себя как дома, не как, знаете, на каком-то ответственном партийном мероприятии, а реально как дома, круг больших и добрых друзей. Скажите, когда вам дарят цветы, вы также смотрите в глаза и видите, кто вам дарит? Конечно, это мой самый любимый ритуал, потому что, конечно, аплодируют многие, практически все, но дарят цветы, вот видите, немногие пока. А поэтому это тоже большой реверанс в мою сторону, я безумно это ценю вдвойне, я обожаю цветы, я каждый букет привожу с собой домой. Очень приятный и огромный сюрприз, то, что она меня пригласила, знала о моем творчестве, поэтому, не раздумывая, когда она мне однажды позвонила и в телефон сказала, Лоя Талайма, я сразу поняла. У нее особый магнетизм, и она очень сильный человек, сильная женщина, и, между прочим, очень мягкая и элегантная, и когда мы репетируем, она подсаживается на этот стул, я даже не чувствую, она как пушинка, и на самом деле многому есть, от нее многому можно научиться, как женщине, как человеку и как музыканту, у нее опыт огромный. Музыка Я пою для людей, для женщины, для мужчины, для дедушка, бабушка, маленький ребенок, для всех людей. Я очень рад. Лайма Вайкуле, королева, большая карьера. Я респектирую Лайма, я обожаю Лайма, и давай мы сделаем дуэт вместе. Это официальное предложение Лайма. Я сегодня должна была исполнять другие композиции, но я пришла в зал и почувствовала, что хочу спеть это. И поэтому это всегда исходит изнутри, из тех ощущений и чувств, которые я хочу подарить зрителю сегодня. У нее всегда очень уникальные костюмы. У нее очень необычный тембр, ее подача. Она всегда была Лаймой, то есть когда ты ее слышишь или видишь, ты всегда понимаешь, что это Лайма, это ее стиль. Вы хотели бы исполнить дуэт вместе с ней? Все возможно. Мы рады вас приветствовать здесь у Лаймы. Рандеву, Юрмала, солнце, жара, все прекрасно. И ваш неожиданный дуэт. Как вы думаете, в чем секрет, как Лайма умудряется всех объединить, таких разных артистов? Ну, потому что она сама по себе вообще удивительная женщина. Ее все любят. У нее нет людей, которые бы отнеслись к ней, ну так, относительно, знаете. Ее уважают, и она делает то, что не делает никто. Она смогла соединить на одной сцене людей, которые не совмещаются в принципе. Разные жанры, разные стили в музыке. Мы счастливы, что у нас есть возможность, как это ни странно звучит, петь живьем. Да, спасибо большое Лайме за то, что она делает такой праздник. На протяжении многих дней в этом году и живьем, конечно, Лариса Александровна права. Это сейчас большая редкость, к сожалению. И только здесь, одно из немногих мест, где это происходит. Только раз тебя ласкает гури, но лишь ты могла играть словами. Только раз сойдутся лед и жарь теплами. Так много судьбоносных встреч. Ваши друзья уже все сказали, как они познакомились с вами, как они приезжают сюда, как они любят вас, как они делятся с энергией, так же и с нашими зрителями. А что вы им ответите? Ой, я их всех люблю. Я это не устаю повторять. Я благодарна, что они приезжают, и я их люблю. Приезжают, кстати, безвозмездно. Вот это и есть коллегиальность и любовь друг к другу. У меня только такие. Сегодня так много было разных интересных дуэтов и абсолютно неожиданных. Как вы решили, что вы хотите в этом формате именно такие дуэты? Фестиваль называется «Рандеву», поэтому в нем присутствуют дуэты, иначе никак. Например, Ксения Сидорова мне была, но это первый раз мы с ней выступаем вместе. Это потрясающая аккордеонистка, и для меня такая честь была вместе с ней. Петь Лариса, моя подруга, поэтому мы это сделали вот так. И Ксения, кстати, тоже просто одна репетиция. Переживали, как примет народ. Вот это самое главное. Мы хотели увидеть реакцию. Потому что когда нам говорят, да, клево, все звучит, отлично. Но самое главное, это когда зал аплодирует и когда не принимает это все. Вот, поэтому волновались, честно говоря. Видите, сколько говорит саксофонист. Насколько он волновался. Они все время рот саксофоном затыкают. Он теперь говорит больше всех. Поэтому, нет, на самом деле, согласен с Степой, очень было круто. Атмосфера, народ просто зажигал, мы зажигали, поэтому все круто. Вы знаете, это было так страшно. Мне кажется, на Евровидении не было так страшно, как сегодня. Я чувствую, дрожите, дрожите. Отпускаем, ребята, еще раз поздравляем. Не спише, это тише, города плывут по течению. Как взорвалось после нашего выступления, уже я взорвался. Вы меня вышли, зарядили. Перед этим мы хорошо молдавского вина зарядились. О, что мы узнаем. И вот, да, первый раз в жизни с таким настроением. Лайма вернула вас нам. И за это уже стоит выпить. И где ваше молдавское вино? У Лаймы. И вот я смотрел на Лайму, на Леонтьева и представлял, что у меня тоже будет когда-нибудь свое шоу, свой балет потрясающий. И вот Лайма учила нас с Кристиной, кстати, Арбакайте. И для нас Лайма была вот такой школой актерского и театрального мастерства в плане того, как надо делать шоу. Дорогие телезрители, мы сегодня прощаемся. Третий фестивальный день. На сцене Филипп Киркоров. И, конечно, цвет настроения синий. А у нас настроение шикарное, потому что мы сегодня увидели потрясающее количество дуэтов и сюрпризов от Лаймы Вайкула. А мы с вами встречаемся в дневниках. Рандеву 2018 со мной, Майя Стилова. И уже завтра, пока. Рандеву! На унега смайли, Рандеву! 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 Рандеву!